В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Краснодарский край заключил несколько интересных соглашений. Регулярное авиасообщение сегодня соединило Сочи и Дубай. Первым рейсом прибыли и официальная делегация, и обычные туристы. В село Измайловка газ придет через два года. Об этом стало известно на встрече главы Сочи с местными жителями. В Сочи все готово ко встрече «Звездного десанта». На курорте откроется юбилейный кинотавр. В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. В этом году девиз мероприятия формируя повестку устойчивого развития. В город на Неве съехались бизнесмены и политики из 140 стран. Всего же в главном экономическом событии года принимают участие около 15 тысяч человек. Среди них и делегация Краснодарского края, которую возглавляет губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев провел ряд переговоров с представителями зарубежных государств, федеральных министерств и ведомств бизнеса, а также общественных организаций. Заключены важные для региона соглашения о первом дне форума Александр Иванченко. Главное не упустить момент. Удачный ракурс и картинка заиграют новыми красками. Подстраиваться под текущие условия – один из важнейших факторов удачной экономической политики. О гибкости в принятии решений сегодня говорили и в кулуарах Питерского международного экономического форума. Вот, например, глава винного дома Абрау Дюрсо Павел Титов на стенде Краснодарского края обсуждает детали недавней сделки. Кубанские вина успешно встраиваются в существующие реалии на международном рынке. Индия – это один из крупнейших потребительских рынков мира. Больше миллиарда человек, с этим нельзя считаться. И мы, конечно, говорим о экспорте наших вин в Индию. Винный рынок сильно растет и покупает достаточно премиальные вещи. Остается только нам опять же войти в это течение и донести, что вина Кубани – это то, что они хотят. Абрау Дюрсо уже сделал первую поставку в Индию. В масштабах России на Кубани производится почти половина всего вина страны. В регионе 26, половиной тысяч гектаров виноградников. О том, как вывести единый бренд отечественного напитка на международный рынок, говорили на стратегической сессии. На стенде Краснодарского края собрались ведущие эксперты и владельцы предприятий. Но как бы частный бизнес не старался, одного желания в этой отрасли без государственной поддержки мало. Только в текущем году на Кубани в развитие виноделия направили более 800 миллионов рублей. Не может быть виноделия без виноградарства. Как может быть, когда количество декалитров вина растет, а количества виноградников нет? Конкурентные преимущества, я считаю, они должны быть у наших российских виноделов, которые сегодня максимально вкладываются в виноградарство. Они сегодня даже где-то создают питомники, это сегодня у нас уже в крае появилось. А кто-то берет просто и разливает, но неравные условия, абсолютно неравные. Я хотел бы дальше пойти. Я считаю, что должен быть сертификат у каждого виноградника. Сертификат, который нам позволяет четко понимать, сколько можно виноматериала собрать с конкретной площади виноградника и в дальнейшем уже просчитать, сколько можно сделать тому или иному предприятию, которое обладает виноградником. Сколько можно произвести вина из этого виноматериала. И тогда мы по-настоящему сделаем учет настоящего российского вина. Народная инициатива оформлена. Этот проект закона пока он еще, конечно, формируется, если не так по-честному. Но я думаю, что вот с этой инициативой мы выйдем и к правительству, конечно, и к депутатам Государственной Думы. В качестве убедительного аргумента в поддержку отечественных виноделов сразу после сессии прошла дегустация кубанского вина. Форум этого года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». А оно невозможно без инвестиций в человеческий капитал. Губернатор Краснодарского края подписал трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Союзом молодые профессионалы. Документ подразумевает подготовку кадров с учетом тех компетенций, которые необходимы для региона в данный момент. Внедрить систему сетевого образования и, безусловно, практико-ориентированный подход, когда 70% в подготовке кадров это как раз практические действия, и только 30% это уже теория. Поэтому надеемся, что вот эта система действительно обеспечит и промышленное развитие региона, и социальные сферы, и сфера образования даст новый импульс. Очень приятно, что мы не останавливаемся только исключительно на историях прошлого, а мы движемся вперед. В соглашении предусмотрено не только развитие тех компетенций, которые есть сейчас, но и компетенции будущего, как начиная от детей с самого раннего возраста, так заканчивая всеми категориями граждан, вплоть до пенсионеров. Важно, чтобы сегодня специалист любой профессии, который сегодня выходит в рынок труда, мог обладать компетенциями, соответствующими требованиям работодателя. А требования работодателя сегодня достаточно высокие, потому что работодатель, в первую очередь, это бизнес, который в основе своего тоже труда ставит получение прибыли. Сегодня должен быть специалист рабочей профессии, мыслящий и умеющий принимать решения даже в условиях полной неопределенности. Вот сегодня это основная задача подготовить именно таких специалистов для экономики нашего региона. Экономика, конечно, зависит от многих факторов, но один из самых чувствительных – состояние инфраструктуры. На встрече с генеральным директором Россетей Павлом Левинским Вениамин Кондратьев затронул очень больную для Краснодарского края тему. Энергодефицит тормозит в регионе порядка 20% инвестиционных проектов. Нужна модернизация подстанции и прозрачное регулирование тарифов на электричество. Если мы сделаем стратегию по годам, главное, чтобы мы на самом деле все, что мы в стратегию заложим, максимально реализовали, тогда мы сможем моделировать экономику, исходя из этой стратегии, и реально называть инвесторам возможности их энергоподключения, потому что, естественно, всех интересуют не просто обещания, а конкретные сроки. Абсолютно, конечно. И вот сегодня нам очень важно, чтобы мы могли конкретные сроки инвесторам говорить. Вот ради этого мы сегодня и встречаемся, чтобы максимально в рамках уже стратегии, либо пленного плана, расширить проблему. В целом энергодефицит, это сегодня необходимо для того, чтобы мы максимально достигли этих новых результатов и экономического роста, и роста уровня жизни населения. Безусловно, мы на отдельный контроль берем вот эти вопросы по перечню 50 подстанций, которые требуют модернизации. В рамках стратегии энергобезопасности согласовано, как один из пунктов, долгосрочные тарифные соглашения. Вот в рамках него мы можем провести комплексную работу раз на 10 лет, договориться по правилам взаимодействия, по правилам инвестирования, сбить все это дело по физическим объемам, по срокам строительства объектов, модернизации, нового, чтобы вот как раз инвестиционный потенциал Кубани не сдерживался отсутствием мощностей. Впрочем, говорили в первый официальный день форума не только о том, как решить проблемы существующие, но и о том, как создать новые перспективные площадки для развития. Здесь карты в руки, конечно, IT-технология. Одна из ведущих в этом секторе российских компаний «Яндекс» готова персонально взяться за Краснодарский край и разработать сервис по продвижению туристического потенциала Южного региона. Сегодня было подписано соглашение, которое стремительно приближает цифровое будущее. Многие мировые здравницы, они настолько умеют себя позиционировать посредством любых приложений в сети, что у нас, конечно, вызывает зависть. Здоровую зависть, потому что у нас курорты не хуже. Курорты не хуже, а это и лучше. Но вот так подать их, подать среди, особенно молодежи, которая очень максимально активна. «Яндекс.Курорт» – это такое приложение, которое, во-первых, позволит пользователю получать всю информацию о курортах Краснодарского края, забронировать отель, билеты, в том числе купить билеты даже в кино либо театр. Содержание именно таково. То есть комфортное пребывание, особенно молодежи, которая не расстается своим айфоном. Абсолютно. И вот раз они не расстаются, хотя бы пусть он для них будет полезным. Посмотреть красоты побережья Краснодарского края. У нас есть для вас предложение, практически готово. У нас сейчас есть сервис «Яндекс.Путешествия», который мы недавно начали очень активно развивать. И этот сервис как раз про то, что человек захотел поехать куда-то, не обязательно на курорт, но и на курорт тоже. И ему забронировали все, автоматически связались с отелями. Вот это как раз получается очень хорошая вещь. В общем, я думаю, что вот в этом месте мы прям сможем сделать хороший сервис. Было бы неверно воспринимать Петербургский международный форум исключительно как экономическую площадку. Здесь предлагают экологические инициативы, помогают здравоохранению, развивают образование. И делается это все с прицелом на регионы страны. Краснодарский край в город на Неве привез 58 инвестиционных проектов на суммы более 300 миллиардов рублей. В конечном итоге главная цель – сделать жизнь на Кубани лучше. Александр Иванченко, Яна Брузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Санкт-Петербург. На полях экономического форума делегация Краснодарского края проводила встречи и с давними надежными партнерами. Один из таких – компания «Магнит». Крупный налогоплательщик региона только за прошлый год перечислил в краевой бюджет около 4 миллиардов рублей. «Магнит» постепенно наращивает прибыль за счет новых проектов. О планах развития губернатору Кубани сегодня рассказали президент компании Ян Дюнинг и генеральный директор Ольга Наумова. Магазины ритейлера модернизируются. В Краснодаре идет запуск пилотных проектов компании. Например, супермаркеты «Новой концепции», где жители города могут купить продукты, косметику и медицинские препараты в одном месте. Активно развивается и сеть аптек. Ставку делают и на производство экологически чистых продуктов. Мы понимаем, что вообще экологическая тема очень важна для ритейла. Мы начали сейчас пилотные проекты по раздельному сбору тары у себя. Мы активно поддерживаем отказы от пластика, как идею. Мы очень, так как мы вообще пропагандируем здоровье, красоту и органическое производство у себя, и говорим о том, что это не просто так, так сказать, это не пустой звук, что у нас все агропроизводство 100% органических. Точно так же мы подходим к экологии во всех своих индустриальных объектах. Для нас это очень важно, чтобы компания «Магнит» очень активно не просто сохраняла свои позиции на рынке, но и развивалась. Около 40 тысяч человек работает в этой компании. То есть это не просто налоги, это еще и рабочие места. Это возможность тем, кто работает в компании «Магнит», каждый день приходить на работу. Это уверенность сегодняшнего дня и уверенность завтрашнего дня. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность все-таки расширения ваших производств для того, чтобы мы могли их просто продавать в своей сети. Здесь мы готовы максимально вам помочь с точки зрения и налоговых преференций, и различного рода субсидирования. И на самом деле надеемся, что здесь это будет являться одним из ваших очередных следующих шагов в развитии в целом компании. Вениамин Кондратьев добавил, что Край готов поддерживать такие социально ориентированные предприятия с полным циклом производства, как «Магнит». Такие компании только укрепляют экономику региона. Повторю, в Санкт-Петербурге сегодня второй день Международного экономического форума. А накануне там уже прошли первые переговоры и подписания. На полях деловой площадки губернатор Краснодарского края встретился с заместителем председателя Совета учредителей концерна «Класс» Катриной Класс. Петербургский экономический форум стал знаковым для компании. Именно здесь три года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему «Класс» успешно развивается на Кубани, растут объемы производства. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более миллиарда рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника сегодня востребована на российском рынке. Мы уже говорили, еще раз хотел бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш крае приводятся из других стран, различных стран. Но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе. Естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим и гарантией того, что производитель этих тракторов здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании Кла, что касается комбайнов. Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиций, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Компания «Класс», которая успешно себя зарекомендовала на российском рынке, могла бы занять эту нишу и поставлять тракторы в другие регионы страны, уверен губернатор края. На полях Санкт-Петербургского форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с председателем комитета по стратегии компании «Еврохим» Андреем Мельниченко. Предприятие вносит существенный вклад в экономику Белореченского района, где расположено производство минеральных удобрений, в целом в экономику края. В прошлом году было перечислено почти миллиард рублей налогов. Как отметил губернатор, предприятие помогает развивать ведущую отрасль региона – промышленности и сельское хозяйство. В планах удвоить мощности Белореченского завода по производству минеральных удобрений. Объем инвестиций – около 15 миллиардов рублей. Для нас очень важно, как для агропромышленного региона, который сегодня обладает высокотехнологичными производствами в сельском хозяйстве, удобрения, которые вы производите. И вот насколько возможно, максимально в первую очередь, понятно, потому что вы наш производитель, кубанский, как мы говорим, выдвигает спрос наших сельхозпроизводителей. Вот это стратегически сегодня важно, потому что мы бы не хотели быть, как в поговорке, сапожник без сапог. То есть, поэтому, если можно, в рамках стратегии вашей компании, все-таки, в первую очередь, обеспечить удобрениями потребность внутреннего нашего регионального рынка, наших сельхозпроизводителей, а потом уже сбалансировать все, что у вас идет на экспорт, и другие регионы. И огромная просьба к вам, чтобы вот так вот сбалансировать свою логистику. Это у нас, конечно, Краснодарский край, как крупнейший сельскохозяйственный регион России. Это важнейший рынок сбыта, куда мы сбываем продукцию, производимую в наших предприятиях, в разных частях страны. Ну и планируем мы дальше увеличивать свою долю на данном рынке. Вот это у нас крайне интересно, крайне привлекательно. Еврохим, крупнейший в России производитель минеральных удобрений, один из мировых лидеров подрослей компании, а также реализует в крае социальные и благотворительные проекты. За четыре года на эти цели было направлено порядка 350 миллионов рублей. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. Регулярное авиасообщение сегодня соединило Сочи и Дубай. На первом рейсе в южную столицу России из Арабских Эмиратов прибыла и официальная делегация, и обычные туристы. Среди них и сочинцы, которые работают в стране шейхов и воспользовались возможностью приехать на несколько дней увидеть близких и друзей. Несмотря на то, что самолет приземлился поздней ночью, пассажиры выглядели довольными. В основном это представители зарубежных туроператоров и туристических компаний, а также журналисты и блогеры. Прибыли и представители правительства Арабских Эмиратов. Мы хотим связать себя с Россией. С запуском этого рейса стало это сделать проще. Всего 4 часа полета и мы здесь. Это великолепно. Здесь в вашем климате очень хорошо можно провести выходные. Великолепная природа, много зелени, прохлада, чего у нас нет. Ну и конечно много развлечений, знаменитое русское гостеприимство. Думаю, наши туристы будут с удовольствием прилетать в Сочи, которую я называю «жемчужиной» Черноморского побережья. Арабы были приятно удивлены, что их встречали в аэропорту как дорогих гостей с хлебом с солью. Большинство туристов впервые в Сочи. Спасибо большое. Спасибо всем. Я повидал больше 80 стран, но в России и в Сочи я впервые. Для меня удовольствие приехать в вашу страну. Мне говорили, что Сочи – небольшой город, но здесь люди с большими добрыми сердцами. И вот сегодня я это почувствовал. Такой теплый прием. Для гостей подготовили специальную ознакомительную программу. Рассчитана она на 4 дня. Туристы посетят курорты Красной Поляны, познакомятся с экстремальными видами отдыха и инфраструктурой развлекательных парков. Также побывают на Олимпийских объектах, протестируют трассу автодрома. Авиарейсы между Сочи и Арабскими Эмиратами будут выполняться два раза в неделю. Для граждан обоих государств в течение первых 90 дней действует безвизовый режим. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи открылось региональное отделение специальной Олимпиады России. Это международная организация, которая проводит спортивные мероприятия для лиц с умственными отклонениями. Что предложат сочинским ребятам, расскажет Ольга Десятого. Сегодня в Сочи на открытие регионального отделения специальной Олимпиады приехали руководители этой международной организации в Европе и России. Они отметили, что Сочи идеально подходит для проведения мероприятий специальной Олимпиады. Это спортивные турниры для лиц с ментальными отклонениями. После зимних игр и чемпионата мира в Сочи осталась прекрасная база. Здесь, в Сочи, открывают новые отделения. Начинаем развивать проект объединенных школ, где люди с нарушением интеллекта и без нарушения совместно на спортивных площадках будут и уже участвуют, играют. Такие школы планируют организовать в качестве пилотного проекта в Хабаровской, Иркутской, Челябинской и Владимирской областях. Краевое отделение специальной Олимпиады в Сочи открыли по спортивному матчу на стадионе Фишт между школами-интернатами – Сочинским и Приволжским. У ребят из Ивановской области, они в Красном, уже есть опыт игры на подобных матчах. А вот сочинские футболисты пока новички. Тем не менее, первый тайм остался за ребятами из города-курорта – 4-0. Во второй половине встреч у гостей из Приволжска счет сравняли. Встреча закончилась в ничью. А благодаря открытию в Сочи регионального отделения, теперь крупные турниры для детей с ментальными отклонениями будут проводить не менее двух раз в год. У нас есть, так скажем, центр спортивной подготовки для людей с ограниченными возможностями. Он был открыт в 2013 году. Поэтому у нас на сегодняшний день все возможности существуют. И мы в этом направлении давно работаем. Кстати, сегодня в сочинской школе-интернате занимается более 400 ребят. Как рассказали руководители специальной олимпиады, они проверят уровень физподготовки каждого ребенка, чтобы подобрать вид спорта, которым он сможет заниматься. А помимо футбольной команды, в интернате хотят сформировать сборные и по другим игровым видам спорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Свободные земли Краевого эколого-биологического центра займут новые современные зоны. О том, как живет сегодня учреждение профильного образования и перспективах на будущее, рассказали вице-губернатору. Анна Менькова посетила центр, где сегодня обучаются порядка двух тысяч детей разного возраста. Здесь не только преподают теорию, но и выполняют практические задания. Начиная с первого года обучения школьников, учат ухаживать за растениями, заниматься селекцией и выводить цыплят в инкубаторе. Экология, биология, химия, физика – здесь основные дисциплины. Наша главная задача заключается в том, чтобы то профильное образование, о котором мы много говорим и которое мы пытаемся сегодня активно внедрить в наших школах, чтобы оно в том числе было реализовано и здесь, на территории этого центра. Здесь, конечно, профиль экологии. Вопросы экологии стали актуальными в последнее время. И меня радует, что многие школьники в конечном итоге выбирают для себя именно это направление для будущей профессии. Сегодня в крае, кроме основного центра, который работает в Краснодаре, действуют еще два филиала в Гулькевическом и Тбилисском районах. Два центра амбулаторной и онкологической помощи откроют в этом году на Кубани, а через несколько лет их будет уже 16. Об этом говорили на селекторном совещании. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. На встрече присутствовали руководители профильных министерств и ведомств. По видеосвязи присоединились заместители глав районов по соцвопросам. Одна из ключевых тем встречи – реализация национальных проектов здравоохранения и демография. В регионе необходимо добиться увеличения продолжительности и повышения качества жизни. Следить за здоровьем, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры должен каждый кубанец. Особое внимание – пенсионерам. Удалось добиться роста продолжительности жизни. Сейчас она в крае составляет 73,5 года. В общем-то, это главный показатель, который зафиксирован в нацпроекте, к которому мы должны с вами стремиться. Мы активно начали развивать в крае гериатрическую службу. Гериатрические кабинеты будут открыты во всех поликлиниках. Эта работа будет продолжена. У нас абсолютно все люди в возрасте 70 плюс должны быть на контроле. Мы должны знать, кто они, кто из них хронические больные. Когда они в последний раз были на диспансеризации, на обследование, обращались за медицинской помощью. Также на совещании обсудили вопросы лицензирования школьных медицинских кабинетов и подготовку к новому учебному году. Аккредитацию должны пройти почти тысячи учреждений из 1130. На сегодняшний день разрешение на оказание врачебной помощи получили более 70% образовательных заведений. В село Измайловка газ придет через два года. Об этом стало известно на встрече главы Сочи с местными жителями. Подняли на сходе и другие злободневные вопросы. Новое желтое здание – это офис врача общей практики, так называемый ВОП. В течение месяца его должны зарегистрировать и оснастить медицинским оборудованием. Коммуникации уже подключены. Сельский фельдшер уже сегодня переезжает в новый кабинет. А 25 июля в Измайловку приедет и новый врач. Ее пригласили из другого города. Скажу честно, что нам тоже, чтобы укомплектовать хорошими кадрами в городе, нам пришлось выделить 240 квартир муниципальных и пригласить врачей. Вот это четвертая, восьмая больница, девятая была детская. Там все работают очень классные врачи. Но всем мы им дали квартиры. Поэтому то, что пригласили из другого региона, это тоже правильно, потому что своих у нас врачей нет, к сожалению. Обновиться и сельский дом культуры. Помочь в этом вопросе мэра попросила председатель местного ТОСа. Как стало известно, этим летом будет утвержден проект и его экспертиза. А уже в следующем году за дело возьмутся строители. Министерство культуры края подтвердило, что объект включат в программу софинансирования. По краевой программе помогут и с газификацией села. На эти цели направят 75 миллионов рублей. По утвержденному графику строительство сетей начнут в 2021 году. В нынешнем разработают проект. Также селянам напомнили о необходимости бороться с коричнево-мраморным клопом. Чем можно победить это насекомое и в то же время не навредить урожаю, рассказано в специальной памятке. Ее разместили на сельской доске объявлений. А в Сочи все готово ко встрече звездной армии. Участников российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году он юбилейный, 30-й по счету, а пройдет традиционно в Зимнем театре. Открывается кинофорум 9 июня. В 18 часов по красной дорожке пройдут лучшие представители киноиндустрии. Площадь у Зимнего театра уже огорожена. Идет монтаж кинозала под открытым небом. Рабочие разворачивают красный ковролин. Им покрывают и звездную дорожку, и ступеньки у Зимнего театра, где 9 июня пройдет торжественная церемония открытия. В программе кинофестиваля традиционно конкурс короткометражных и полнометражных фильмов. Кино на площади и ряд мероприятий, посвященных юбилею «Кинотавра». Сегодня в Сочи прошли городские соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие более 100 юных спортсменов. Соревнования по легкой атлетике должны были пройти ко Дню защиты детей. Но 1 июня в Сочи было много праздничных мероприятий, и первенство города перенесли на неделю. День сегодня жаркий, но сами ребята говорят, что им не трудно. Десятилетняя Ника Смирнова из Задлера пробежала 500 метров за 1 минуту 58 секунд. Никому не дала себя обогнать. Жарко, и для спринта это хорошо, когда жарко. Когда жаркая погода, это для спринта отлично. Потому что мышцы хорошо развиваются и становятся легче, и они быстрее разогреваются. В жару организм экономнее расходует влагу, тело выделяет меньше тепла и возрастает эффективность бега. Так считают специалисты. А первенство города по легкой атлетике традиционно проводится на стадионе Югспорт. Здесь задействовано сразу несколько площадок. Соревнования по легкой атлетике мы решили провести в этом году по троеборьям. Туда включаем бег на 60 метров, прыжок в длину или высоту, и бег на средней дистанции 500 или 300 метров. Несмотря на то, что занятия в школах завершились, у легкой атлетов тренировки продолжаются. Екатерина Лефарева, например, не так давно получила второй взрослый разряд. Вообще хотелось бы в будущем попасть в сборную России. Но это не хобби, это точно. Мне очень нравится легкая атлетика. Для нас легкая атлетика – это базовый вид спорта. Он входит в пятерку самых развиваемых. Более двух тысяч ребят у нас сегодня отдали предпочтение легкой атлетике. Ну и традиционно мы, конечно же, всегда показываем очень хорошие результаты. Мы сходим и в сборную Краснодарского края, и есть наши ребята, которые выступают в сборной, защищают сборную России. Легкоатлеты будут усиленно тренироваться на каникулах. Впереди у них соревнования на краевом уровне. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok